Всем привет! Сегодняшнее утро мы решили начать с нашей поездки на море. Сейчас у нас уже температура в 10 часов утра 29 градусов. Солнце, понятное дело, гораздо-гораздо больше. Красиво в нашем саду уже зацвели розы. Прям пышет! И знаете, у них такой яркий цвет, как будто перефотошопили. Красиво! 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 Ну что, если там какая черешня уже большая? Больше, чем она. Мама ушла по делам, покажу, какие уже красные ягоды здесь. Так что скоро здесь будет урожай. Видите, какая красота! В поселке просто меньше ветра и теплее. Поэтому здесь все быстрее гораздо, чем те участки, где поле, например. Видите, какая красота! И, кстати, эта улочка очень всегда такая уютная. Во-первых, она асфальтированная. И здесь я очень люблю кататься на велосипеде. Здесь много зелени, цветов у местных жителей. И солнце сегодня прям опять шпарит так, что хочется вот так прикрываться. Уютные домики. Это улица энтузиастов. Посмотрите, какие высокие маки растут. Практически в человеческий рост. Для меня тоже было удивлением, что они такие большие. Ну вот, в сравнении с моим ростом. Ничем не пахнет. Но красиво, конечно. Ну а сезон маков уже, конечно, подходит к концу. И еще хочу вам показать, какой большой миндаль тоже в поселке у людей. Уже вот. Ну, вообще-то наши миндалинки тоже примерно такого же размера. Но так как здесь уже такое большое дерево, здесь оно хорошо подоносит. Вот тоже дерево. Похоже, я даже не знаю, слива что ли это. Или алыча. Очень много ягод. Прям усеяно все. Не знаю, что за дерево. Черная смородина. Вот оно. Тоже уже много ягод. И ведь согласитесь, как хорошо, когда перед домом есть много цветов. Прям душа радует. Проходишь и хочется любоваться. Всякие разные местные жители выращивают. Впереди вижу дерево. Наверное, это даже вишня, скорее всего. А она прям вообще усыпана красными ягодами. О! Или это черешня, или вишня. Вот это да. Прям все увешано дерево. Сегодня у нас на заливе очень-очень сильный ветер. Поэтому посмотрим обязательно температуру воды. Зависит ли она как-то от ветра. И так как мы идем в такое время, никого нет. Под последним видео кто-то написал, что у вас такая разруха здесь, такая грязь. А кто будет делать пирс? На приморские деньги, видимо, не выделяются. Вот Сино благоустроенный пляж. Считается официальный пляж. Здесь официального пляжа нет. Соответственно, никто ничего не делает. И еще, когда мы спрашивали, почему здесь не сделать пляж, нам сказали, что здесь у вас залив, это заказник, и ничего нельзя изменять. Вот как есть, так и должно быть. Поэтому здесь такой вот у нас старый разрушенный пирс. Когда-то с него ходили катера в Крым, но сейчас уже ничего нету, ничего не осталось. Есть у нас хороший пирсик. Вот там вот, который сделал местный житель. Шикарный просто пирс, на котором мы тоже очень любим купаться. Но там помельче, а здесь очень глубоко. Здесь можно уплыть, и тут будет до 4 метров. Ветер от берега, то водорослей здесь нет. Так что, видите, все это зависит исключительно от ветра, от волн. Но у берега сейчас пока мутная вода. Туда пойду, поплаваю и посмотрю, расскажу, как там. Ну да, сегодня захожу в воду, и нет ощущения, что прям парное молоко. Здесь песочек, поэтому, видите, вода просто идеально чистая, кристальная, как слеза. И в большинстве своем у нас здесь такая есть вода. 26 градусов. Сейчас я вам расскажу, почему у нас в Стаманском заливе такая грязная вода. Ну, как вы пишите. Во-первых, у нас здесь под песком находятся лечебные глины, которыми можно оздоравливаться. И именно вот этот весь вход, здесь находятся эти глины. Там уже песок. Там вода кристально чистая, как слеза. И теперь я покажу и докажу, что там находятся глины. Пускай руки... Вот они, голубые глины, пожалуйста, которыми можно мазаться, которыми приходят и приезжают люди специально, чтобы оздоровиться. Из-за того, что вы прошлись по глиняному дну, вся эта глина поднимается, бултыхается. Из-за этого цвет воды вот такой вот. Не хотите в такой купаться? Отходите на 15 метров от самого пирса. Глубина можно вот так вот. Вот так вот, глубина вот такая. Дальше я не плаваю, там еще глубже. Я плаваю там с маской. Рыбины вот такие плаваю. Скатов видим. Креветки бывают эти. Морские коньки. Это море, полноценное море. Но, если вам не нравится такое море, всегда можно поехать в другое место, где кристально чистая вода. Там в Сочи или в Крым. Пожалуйста. Нам нравится здесь. Это места, это заказник. Здесь живут краснокнижные птицы, рыбы, растения и прочее. Здесь экологически чистый район. Вот это место, где залив, это экологически чистая вода. Поэтому мы живем и купаемся в экологически чистом месте. Где отдыхать вам и решать только вам. Мы выбираем отдыхать здесь. Ездим на Азовское море, ездим на Черное море. По настроению. Всегда есть выбор. Красота. Чистая водичка. Песочек. Вода настолько прозрачная, что видно дно. Просто я сейчас беру маску, после того, как мама поплавает в маске, и буду показывать вам морской подводный мир. Сначала вроде не хочется заходить, думаешь, ой, да какая-то вода грязная, да как это некрасиво. Только отошла где песок, все, сразу отношение меняется. И думаешь, как хорошо, что я пошла купаться. Крабик. С ним можно поиграть. А потом отпустить. Интересно так. Ой, такой шикотный. Видишь, как он. Рыбок-то тяжело поймать. Ну понятно, конечно. Там бычки плавают, рыбки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зубы стучат Ветер сильный, как холодно Сразу в полотенчика Я себя сейчас чувствую треморной старушкой Меня все трясет Кстати, мы купались одни Вообще никого-никого не было Все ушли на обед Дневной сон Так что мы разработали идеальное время Когда нужно приходить на море Чтоб никого не было Я сегодня прям вдоволь накупалась И попрыгала Вот Но мне понравилось больше Когда была плюс 29 вода 30 градусов Вот это было прям комфортно максимально Сегодня из-за ветра Из-за того, что вода аж 26 градусов То это уже холодно Ну, на самом деле Ну, как бы 26 считается Это вполне нормально Но если сравнивать с предыдущим Днем, естественно, не очень Высыхаю Сейчас уже хорошо Сейчас мне уже не холодно Сейчас уже хорошо Как люди купаются сейчас В плюс 18, плюс 20 градусов Ну, как? Наверное, мы уже избалованы Теплой водой Вот, поэтому Не залезу я в холодную воду Ни за какие ковришки не залезу Хорошо жить у моря Можно Покупался Пошел домой И нужно никуда ездить Далеко вообще Замечательно Охладился И дальше Идти домой Делать все свои дела Да и тем, блин, днем Когда жарко Все равно ничего такое Не сможет ждать в огороде Ну, конечно Лучше ходить купаться Это называется Пожалейте себя Не делайте ничего В жару Идите купаться Вот что значит жить на море Если придя на пляж Вы увидите вот такое дерево И оно цветет И на пляже есть какой-то вкусный такой запах То знаете Это дерево называется Лох серебристый У него очень приятный аромат Я просто обожаю этот запах Если сравнивать На что это похоже Для меня лично Это запах облепихи Вот так вот Подойдите Понюхайте Ну и в принципе Даже Можно близко не подходить Вы Почувствуете этот запах За много Десятков Метров Даже Бывает так Что мы проезжаем Где-то Вдоль моря И вот эти деревья растут И ты чувствуешь этот запах Прям Очень яркий этот запах В Голубицкой их много Я знаю На пляже Вот такое купание У нас сегодня получилось Ставьте лайк